В Ненецком округе завершилась кампания по доставке детей из труднодоступных поселений к месту учебы. Кампания стартовала 10 января и завершилась 19 января. Последний школьный вертолет доставил к месту учебы детей из Варнака и Харивера, а также оленевоческих бригад общины Ямпту и СПК «Рассвет Севера». В общей сложности в период зимних каникул школьные вертолеты перевезли порядка 200 детей, чьи родители ведут традиционный кочевой образ жизни, а также детей из сельских поселений, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Школьные вертолеты летали в Бугреновость, Кару, Кратайку, Варнак, Харивер, Неси и другие населенные пункты. Всего было совершено 6 рейсов. Школьные вертолеты поднимаются в небо четырежды в год на летних и зимних каникулах. Подведены итоги независимой оценки качества условий оказания услуг окружными учреждениями культуры, образования, социального обслуживания и здравоохранения за 2021 год. Всего проверили 29 учреждений. Такое исследование проводится не реже одного раза в три года. Его целью является определение результативности и качества предоставляемых услуг организациями социальной сферы. Основные критерии оценивания определены федеральным законодательствами и методическими рекомендациями профильных министерств. В их числе открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения. Время ожидания – доброжелательность, вежливость и компетентность специалистов, а также удовлетворенность оказанными услугами в целом. Жители округа, получающие услуги в сфере культуры, высказали мнение о необходимости ремонта зданий и домов культуры, обновлению материально-технической базы и возобновлению мероприятий в очном режиме. Максимальное значение в рейтинге учреждений культуры получил телевисочный социально-культурный центр «Престиж», набрав 99,7 баллов из 100 возможных. В сфере образования опрошенные отметили необходимость повышения доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях округа. Наивысшую оценку получил дворец «Порта Норт» – это 95,5 баллов. Лидером рейтинга среди организаций социального обслуживания стал комплексный центр социального обслуживания, получивший 99,8 баллов из 100 возможных. Среди организаций здравоохранения лидером стал окружной противотуберкулезный диспансер, который набрал более 97 баллов. По итогам независимой оценки будут разработаны планы по устранению выявленных в ее ходе недостатков. Главная цель таких мероприятий – повышение качества жизни людей, вывод на качество на новый уровень, работы учреждений социальной сферы региона. Авиакомпания «Руслайн» открыла продажи на прямые авиарейсы на Ринмар-Сочи и на Ринмар-Симферополь. Как сообщили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта, в Сочи на прямом авиарейсе можно будет летать с 5 июня до конца августа по воскресеньям. Стоимость перелета – 13 691 рубль. Она включает в себя возможность перевести ручную кладь до 10 килограммов. Время в пути – 5 часов 25 минут с технической посадкой в аэропорту города Киров для дозаправки. В Симферополь самолеты будут летать с 4 июня и также до конца августа по субботам. Перелет составит 6 часов 5 минут с технической посадкой в Кирове. Стоимость полета аналогичная – 13 691 рубль с ручной кладью до 10 килограмм. На обоих рейсах предусмотрен дополнительный тариф на паровоз багажа до 20 килограмм. Это обойдется в 2000 рублей. Напомним, прямые рейсы в южном направлении – субсидируемые. Они включены в реестр субсидируемых рейсов Росавиации. Департамент образования, культуры и спорта продолжает прием документов на соискание премии за особые достижения в сфере культуры по итогам 2021 года. Заявки соискателей принимаются до 11 февраля. В конкурсе могут принять участие граждане, творческие коллективы и организации, внесшие значительный вклад в культурные жизни региона в 2021 году. Размер премии составляет порядка 20 тысяч рублей. Она может быть вручена как одному соискателю, так и творческому коллективу. Прием документов осуществляется по пяти номинациям – искусство, библиотечное дело, музейное дело и охрана памятников, народное творчество и декоративно-прикладное искусство. Объявление победителей состоится в марте после рассмотрения претендентов на заседании коллегии Департамента образования, культуры и спорта НАО по вопросам культуры. Соискатели, которым присуждаются премии, будут определены членами коллегии путем тайного голосования. Премия была учреждена в 2010 году. За весь период существования ее удостойны 55 человек, внесшие существенный вклад в развитие культуры. Как сообщает Пресс-служба Департамента природных ресурсов, экологии и АПК, в округе продолжается доставка оленина с убойных пунктов в Наринмар. Речь об этом шла на заседании рабочей группы по контролю за убойной компанией в профильном ведомстве. Участники обсудили процесс закупки сырья у оленеводов и его транспортировку в акционерное общество «Месопродукты» для дальнейшей промышленной переработки. По информации предприятия, доставка свежей оленины в Наринмар осуществляется авиа- и автотранспортом. В январе планируется вывезти вертолетами еще более 100 тонн оленина из Нижней Пёши, Коткина и Нисси. При условии устойчивой благоприятной погоды в январе-феврале продолжится вывоз оленина из хозяйств по зимним автодорогам. В декабре прошлого года были доставлены первые 110 тонн из поселков Красное и Харьягинске. Их завезли машинами. Вертолетами на предприятие доставлено еще 35 тонн из поселка Индиго и села Нижняя Пёша. Особое внимание представители основного перерабатывающего предприятия обратили на неукоснительное выполнение поручения губернатора округа в части приемки мяса у оленеводов. Ранее глава региона Юрий Бездудный распорядился принимать у хозяйств весь объем, произведенный ими оленины. В многофункциональном центре Нинецкого округа подвели итоги деятельности за 2021 год. Центры «Мои документы» приняли и обработали более 115 тысяч обращений. Это самые высокие показатели за время существования МФЦ в регионе. В течение 2021 года центры «Мои документы» работали в штатном режиме в условиях установленных ограничений, обусловленных пандемией коронавируса. В условиях пандемии объем выездного обслуживания населения специалистами МФЦ увеличился в полтора раза. Как отметили в МФЦ, самыми популярными по количеству обращений и услугами остаются региональные государственные услуги в сфере социальной защиты – это 60%. Среди услуг федеральных органов исполнительной власти лидируют услуги Росреестра – более 10 тысяч услуг. Также в связи с реорганизацией структуры пенсионного фонда в регионе резко увеличилось количество обращений в МФЦ за услугами в сфере пенсионного обеспечения граждан. Возросла активность населения по получению услуг в электронном виде. В 2021 году около 7 тысяч заявителей воспользовались доступом к порталу госуслуг на специально оборудованных рабочих местах в центрах и офисах «Мои документы». Реализация возможностей эквайринга – это прием безналичной оплаты, проведенная в МФЦ в прошлые годы, способствовала не только упрощению процедуры получения государственных услуг, за которые установлена госпошлина или плата, но и популяризации самих платежей непосредственно в МФЦ. Так, за 2021 год через терминалы и оплаты, установленные во всех окнах обслуживания, заявителей принято более 5 тысяч платежей, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Штамм омикрон на территории региона не зарегистрирован, однако, учитывая, что новый штамм коронавируса омикрон отличается большой заразностью, он может появиться на территории региона уже к началу февраля. Такой прогноз озвучен в ходе прямого эфира на телеканале «Север», посвященного заболеваемости COVID-19. Штамм, который недавно зарегистрировали в мире, отличается большой заразностью, заражение омикроном идет 1 к 100, то есть один заболевший может заразить до 100 человек, которые попадают в круг его общения. Было отмечено, что в основном предшествующим штаммом коронавируса Дельта заражались лица старшей возрастной группы и граждане с хроническими заболеваниями, а омикрон поражает молодых людей и детей, а также беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Насколько серьезно омикрон может отразиться на эпидес ситуации, в округе предугадать невозможно, но система здравоохранения региона готова к очередной волне пандемии. Для этого созданы все необходимые условия, установлена кислородная станция, позволяющая обеспечить прямой подачей кислорода 135 койкомест. Сформирован достаточный запас лекарственных препаратов, в том числе в селах округа. Отправлена большая партия экспресс-тестов на выявление COVID-19 во все населенные пункты региона. Сформирована группа медработников, которые готовы оперативно подключаться к лечению пациентов с коронавирусом. Ухудшение эпидситуации в регионе может повлечь в введение дополнительных ограничительных мер, для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить от заражения тех, кто не может сделать прививку от коронавируса. Это дети и граждане с медицинским отводом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова